Почему нас интересует советское, как заявлено в программе, потом я добавил к нему еще одно название, в кавычках «гладить историю против шерсти». Это цитата из понятия понимания истории Бенигина, из более обширной цитаты которого я хотел бы начать, просто готовясь к этому выступлению, я решил перечитать этот текст, и он мне не казался раньше, когда я его читал, достаточно давно, настолько актуальным, даже, может быть, я бы сказал, что когда я его читал раньше, но я не до конца понимал его смысл, но перечитав его сейчас, готовясь к этому выступлению, он показался мне говорящим о сегодняшнем дне. История – это предмет такой конструкции, вместо которой не однообразное пустое время, а время, наполненное сознанием сейчас. Так, для Робиспьера античный Рим был прошлым вызванным сейчас. И это прошлое он вылавливал из континуумной истории. Французская революция осознавала себя возрождением Рима. Она точно цитировала Древний Рим, подобно тому, как Мода цитирует бывшие наряды. Мода обладает инстинктом актуальности. Где бы она ни появлялась, в зарослях прошлого, она совершает прыжок тигра в прошедшее. Но он происходит на арене, где командует господствующий класс. Этот же прыжок под открытым небом истории является директическим. Под ним Маркс понимал революцию. Следующее предложение у меня помечено знаком вопроса. Но все, что озвучено до него, мне кажется, достаточно ясно и понятно. Почему нас интересует Советская этот вопрос, я тоже пытаюсь задать. Вернее, как? Я не пытаюсь ни в своем выступлении, я не буду озвучивать наши собственные мотивации, почему мы занимаемся этим проектом. Эти мотивации мы озвучиваем в открытом призыве, в тексте о проекте. И в каком-то смысле, если использовать психоаналитический язык, эти собственные мотивации, ну это что-то вроде рационализации нашего интереса к Советскому. А мне бы хотелось занять в каком-то смысле некоторую метапозицию, позицию такого аналитика и попробовать осмыслить этот интерес, наш, но не только наш, как некий симптом. И используя цитаты, которые я как-то что озвучил, как бы осмыслить то самое сейчас Ганиминовское, которое заставляет нас обращаться к Советскому, которое делает эту историю актуальной. Просто чтобы показать, что этот интерес к Советскому не является в какой-то степени субкультурным, или в какой-то степени субкультурном, в геоматическом, присущем к какой-то определенной группе или только нам, просто хотелось сделать небольшой обзор того, каким образом происходит обращение к теме Советского, шире к опыту реального социализма в разных областях, ну скажем, в искусстве, которое нам более близко. В этом смысле, конечно, одной из самых заметных, в силу того, где она проводилась и на каком уровне, была выставка 2011 года «Остальгия», которая была в Нью-Йоркском Новом музее. Программное обращение к опыту бывшего социалистического блока и к рефлексии памяти и утопических интенсий выставлены, собственно, были художники с постсоветского и постсоциалистического пространства. То есть в искусстве, на самом деле, в десятых годах обращение на крупных выставках, глинали и так далее, и так далее, является достаточно частным. Ну, там, допустим, Бергенская ассамблея, которую делала с дёготь, с рифом, называлась, в понедельник начинается, в субботу, да, и, собственно, обращалась к опыту позднего социализма, и я как-то, к его теоретическим интенсиям. Ну, буквально вот из самого ближайшего опыта, в апреле я был, в Америке, в МОМИ проходила такая выставка Latin American Construction. Это как бы не по опыту социализма, но программно озвучивался некий взгляд на альтернативный 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 трассов Третьего мира. Это выставка, посвященная архитектуре Латинской Америки с 50-х до 80-х годов. И фокус выставки подчеркивалась как бы роль государства в развитии и этих архитектурных проектов, некая политика девелокументализма и социальный и утопический характер этих проектов в Латинской Америке. То есть, таким образом, этот интерес к советскому действительно вписывается в поиск неких альтернатив тому порядку и тем представлениям, которые до этого доминировали. Ну, в науке даже не обращаясь к публикациям или монографиям, просто посмотреть на события и висновки, опять-таки, не обращаясь далека, вот обращу внимание на ту конференцию, в которой я поднимал участие в Беркли-вотеле. И вообще, я хотел сказать, что да, потому что этот опыт не субкультурный, вот буквально в течение этих нескольких месяцев этого года, Оксана и я, вот внутри, наверное, в четырех, участие в четырех событиях в разных городах, как бы там, Москва и Катеринбург, Беркли, которые так или иначе посвящены советскому. То есть, событий, вести внимание к этой теме, она с разных ракурсов, разными абсолютно группами людей. От искусствоведческой конференции, посвященной авангарду и вот Коминтерну, до перевосмысления, там, позднего советского модернизма и советского искусства, до, как бы, там, анатхо-хипстерской конференции, посвященной городу, которая также запрашивает, как бы, советский опыт. И вот эту конференцию с третьей Коминтерну мне бы хотелось процитировать, нужно немного такой, не очень неотточенный перевод, формулировки, как бы, ее цель, да, составить альтернативное кортирование, мэппинг, мировой культуры, децентрализирующий Запад и уделяющий особое внимание культурным влияниям и связям генерирующимся странам так называемого реального социализма. То есть, опять-таки, артикулируется этот запрос на некую альтернативу, на некий иной взгляд, который, возможно, был до этого незамечен. Интересно, что, ну, в западной конференции, например, выставы, которые выходили назад, но если так рассмотреть шире, в том числе и постсоветское пространство, например, в науке, если говорить о гуманитарной науке, о московской жизни, то понятно, что в последние, может быть, где-то пять намечается очень серьезный, как бы, пересмотр тем, связанных с советским, к которым происходит обращение. Ну, на самом деле, мы все помним, если говорить, например, об искусстве, что в советском искусстве было всего две легитимные темы, к которым нужно было обращаться. Да, это авангард, ну, ранний советский авангард, с определенным набором мест, Родченко-Степанова, Лев, ну, по-моему, и так далее, да, но не больше. И, как бы, то, что называлось там неподцензурной, неофициальной, нанконформисткой культуры, культуры там 60-80-х годов. Это были две темы. Весь разговор, если кто-то сталкивался с российским искусствовеческим гуманитарным образованием или с процессом в современном искусстве, то вот было всего две темы, две, как бы, зоны референции, две структуры интереса, которые и легитимные темы, к которым нужно было обращаться. Понятно, что в последнее время этот набор значительно расширился, то есть растет интерес, скажем, к реализму, который до этого был маргинализирован и к позднесоветскому модернизму, в первую очередь, архитектурному. Надо сказать, что в связи с авангардом и инфраструктурным искусством не только эти темы, вернее, как бы, расширяется набор тем, но и переосмысливаются те оценки, к которым мы привыкли в отношении этих явлений. То есть, ну, авангард, это всегда была авангард установленным на бегу. Ну, не так, большой, вернее, звание из большой высоты. То есть, этот процесс, который никак не был связан на самом деле, или, вернее, эти устремления художников, они были, как бы, наивными, а в конце концов, власть себя явила во всей своей, как бы, сущности, и, как бы, авангард был остановлен на бегу. Понятно, что сегодня эти оценки, они подругаются серьезной ревизии, так же, как и, собственно, анти, ну, или, как минимум, нон-конформистскость художников 80-х, особенно, году, да, фокус смещается в сторону того, чтобы объявлять советскость, как бы, нон-конформистского советского искусства. Ну, вот, просто интересный тоже кейс, что, опять-таки, несмотря, не на что, интерес к реализму и к позднесоветскому модернизму, он формируется вначале, как бы, не в постсоветской среде, он формируется на западе, вот в этом хороший пример, допустим, выставки «Советский модернизм» Георда Шельхамера и австрийского музея архитектуры в Вене, просто, вот, замечание, как бы, я общался когда-то с Суланом же там архитектором, который помогал Шельхамеру находить объекты для для интервьюстики в Вишкеке, и говорил, ой, боже мой, мы бы никогда не знали, что там русский драмтеатр это, как бы, здание, которое заслуживает внимания. То есть, все равно происходит очень интересный процесс, когда интерес к советскому и определенные, как бы, акценты в этом интересе, они задаются, как бы, в первую очередь, извне, другим, и затем только подхватываются, как бы, в постсоветской среде. Но это просто пока замечание на полях, и то, что не придется вернуть. Таким образом, да, то есть, то, что я пытался обозначить, это довольно широкий и, можно сказать, даже уже формирующийся в некий тренд в различных областях в искусстве и в науке интерес к советскому можно обозначить, наверное, как определенную реакцию на кризис того консенсуса, который, консенсус, или, как Жижик его называет, брака, либеральной демократии и свободного рынка, еще обозначенного в Куям как конец истории, который вот с 2007, 2008 и так далее года явлен нам как кризис. Я думаю, ну, не думаю, что тезис о том, что мы переживаем некий кризис требует какого-то серьезного эмпирического обоснования, достаточно просто у нас в любой новостной ленте, мы просто назову, ситуация в Греции, арабская весна, движение Акубай, протесты в Фербиусе и Балтиморе в США и так далее, не говоря уже о том, что происходит на советском пространстве. В этом смысле как бы кризис критичен, кризис и критика это одновременные слова и как бы в этом смысле критиковать и выявлять некие механизмы, которые до кризиса не явлены, да, как бы какого-то смысла не имеет, да, гораздо более скромно актуальным запрос на некую альтернативу при ситуации, в которой мы находим, нежели на ее критику. Критика в данном смысле становится имманентной самому объекту критики, да, то есть она включена в него. И в этом смысле да, как бы начинается некая ревизия опытов 20 века, переоценки, возвращение к архиву, к тому, что казалось уже давно отправлено и разложено по полочкам и можно как бы с этим уже к этому не возвращаться, а вдруг опять вызывает интерес, возможно формулируемый как бы на таком сознательно обывательском уровне, возможно мы что-то пропустили в том, что было об опыте 20 века надо к этому вернуться. Тут как бы в этом смысле для меня не сразу пришло в голову название доклада Хабермасса, которому пришлось в 80-м году модерн как незавершенный проект. То есть мы как бы вернулись к этому пониманию, что модерн, который нам казался завершенным, который перешел в постмодерн или в экономическом смысле некую неолиберальную модель, вдруг опять оказался незавершенным, опять оказался открытым для нас, открытым для исследования, ревизии и так далее. И ревизия это может быть разной, она осуществляется разными способами, от скажем так политически нейтральной археологии до эксплицитно политически заряженного вопрошения. В качестве такого политически заряженного вопрошения, мне кажется, интересный пример, который хотел бы посмотреть, который дает нам возможность поднять вопросы, связанные с советским, это книга, манифест теоретически и политически одновременно американской теоретики Сэджо Ди Дин «Коммунистический горизонт». «Горизонт» убирает эту метафору, подкатывает ее у одного из латиноамериканских политиков, которые используют этот термин, но концентрирует внимание на метафоре «Горизонт». «Горизонт» это метафора, позволяющая нам определить свое местоположение в пространстве. Соответственно, «Коммунистический горизонт» это метафора, позволяющая нам достаточно точно определить свои политические кардиналы, как в отношении политического проекта «Будущего», которому опять возвращено имя «Коммунизм», и которому он пытается вернуть имя «Коммунизм», но и по отношению к прошлому. И Дин начинает свою книгу собственно с ревизии даже как бы не советского, а того, как советская репрезентируется, ну и в первую очередь в американской культуре, обращается к этой аудитории. Первая глава ее книги называется «Наши советы», «Ауэсобис». То есть понятно, что Дин тоже выдает определенную логику, что никакой сегодня разговор о коммунизме или о революции он все равно невозможен без того, чтобы мы не обратили свое внимание на советское, на опыт реального социалия. Она как бы описывает то, как в американской культуре, в американской традиции воспринимается собственно коммунизм. Коммунизм представляется синонимичным советскому, если ты говоришь о коммунизме или о коммунистах, то значит говоришь о Советах или о Советском Союзе. Она пытается этому оппонировать, указывая на то, что советское коммунизм это не идентично. Также она воспроизводит ряд достаточно уже известных аргументов о том, что советский опыт неоднородный, историчный, что его нужно периодизировать и так далее. Но также она пытается реагировать на исторический аргумент либералов и вообще оппонентов политического левой коммунизма о том, что исторический опыт говорит о том, что коммунизм проект завершен. То есть опыт революции Советский Союз Сталин Булаг Распад это аргумент, который неопримержимо говорит о том, что коммунизм невозможен. Она указывает во-первых на историчность этой цепочки. Таким образом коммунистический проект даже в своем советском взводе имел определенную динамику внутренних противоречий историчность, которая из этой оптики абсолютно исключается. Она пытается обратить внимание на то, что на такие противоречия, которые не замечаются носить элементы логики. Например, Сталинский СССР, который становится символом советского вообще коммунизма как такового, и США были ближайшие союзники. Что ни один другой период советской истории США и СССР не были настолько близки, насколько они были близки в предвоенный военный период. Она также обращает внимание на взаимообусловленность идеологических конструктов США и СССР. То есть для каждой из этих сторон она была другой, на которого реагирует. Я тоже не буду на этом останавливаться. Почему я останавливаюсь на этих аргументах Дин, обращенных к американской републике, потому что в целом эту логику, которую она оппонирует, ее можно назвать условной либеральной. То есть настолько насколько она распространена в СССР, настолько же она распространена как бы на постсоветском пространстве как в странах. И собственно являлась в течение конца 80-х, все 90-е, начало 2000-х собственно консенсусной логикой, с которой наверное оппонировать, которая была практически означала себя маргинализированной. понятный ответ, который дает Дин на двух уровнях. Дин отвечает, что социальный порядок, в котором мы существуем, характеризуется трещинами, провалами, пробелами, неидентичностью с самим собой. И обращение к истории в этом смысле это не обращение к забытым и совершенным поступкам, а обращение к забытым и неудачным попыткам действия. Иными словами, как бы история реального социализма это не история того, что было сделано, а того, что не было сделано. Это не история реализованных зачастую забытых, это история нереализованных зачастую забытых, но вызывающих к нам из сегодняшнего кризиса потенции обещаний и желаний. Понятно, что желание коррективности, эмансипации, социальной справедливости, которому дает имя коммунизм. То есть эти твещины никогда не исчезали, но вот сейчас они как бы вновь стали более очевидными. Ну и понятно, что он заканчивает эту свою главу призывом к написанию новой истории, подливающей сформулированной холодной войной истериографию советского. Не историю краха, а историю фокусирующуюся на борьбе и солидарности. Вот, нельзя сказать, что этот призыв Дин обращен как бы в никуда, на самом деле нет, и у нас как бы нелиберальные историографии советского, их как бы достаточно много. Нельзя сказать, что уже сейчас это довольно не маргинальные историографии. я не буду останавливаться, у нас, как по нему, вчера обсуждали, что лекции вы будете в том числе на основе текста из книги, да, ну просто там назвать имена Мартина, Герчака, Бакморс, Калида, оппонирующих этой логике холодной войны, в постсоветской ситуации, ну, в основном я скажу, что этот, как бы, нелиберальные историографии, это скорее условно поколенческий взгляд, здесь я имею в виду возраст, да, поколенческий как условие возможного для нелиберальной оптики на советской, то есть производиться он может как бы людьми разного возраста, наоборот, люди там моего поколения могут повторять либеральную как бы доксу, но возможным этот альтернативный взгляд или нелиберальный взгляд, да, он все-таки он становится все-таки возможным где-то к концу 2000-х годов, когда появляется поколение людей, у которых нет серьезного опыта, грамматичного выживания в Советском Союзе и которые могут воспринимать его относительно остраненно и как точку критики той ситуации, в которой они существуют. Так, вот, каким образом описав как бы ну вот с первой части, да, с неким вопрошанием или с реакцией на вот этот вот либеральный консенсус отношений Советского, который условно универсальный, да, хотел обратить внимание ну как бы застить внимание сейчас на другом на советском праве условно говоря, то есть говоря о советском сегодня, о советском Тургенстане, да, невозможно не отреагировать не отреагировать и не поговорить об этом, да, но это просто российский он просто показался своей побьющей такой констелляцией как бы советского и актуального интереса, это вот а это как бы ну собственно Тургыстан здесь вот например да почему просто и тут как бы начиная как у любой разговор особенно важный вопрос о дифференциации и условно как бы в либерально публицистической текстах мы как бы слышим о неком возвращении совка совок возвращается ну что безусловно ну как бы не выдерживает никакой айтентики и между тем как на это реагируют то есть это то что мы переживаем сейчас, да мы можем ввести как бы этнографию этого никаких пока ресурсов для того чтобы это осмысливать на каком-то серьезном научно-модалитическом уровне возможно нет потому что это текущая ситуация но все-таки есть какие-то как мне кажется может быть публицистические попытки на это реагировать которые ну не лишены проницательности и которые можно использовать как соответствующие инсайты мне встретилось две такие попытки которые да два таких инсайта которые я хотел отослать это текст Артемия Мугуна по поводу аннексии Крыма вышел на английском языке в каком-то левом журнале и он характеризует это как правоконсервативный ответ России на объективный имеющийся кризис ялтинских послевоенных соглашений и условных обещаний Горбачева 89-го года о нерасширении НАТО иными словами Магмун характеризует ситуацию и пытается ее проанализировать на языке международных отношений как ситуацию реализма такого геополитического деления зон влияния и этот как бы этот жест России заявка выраженная в действиях в Украине она как бы сопровождается мобилизацией и откликом вот такого как бы обращения к советскому по поводу которого может быть уместны будут как бы опять статы из Юрчука из просто интервью сейчас в российском обществе существует ощущение частично сконструированное воображаемое а частично верное что запад представляет Россию и российский опыт в том числе войны и всего советского союза как ошибочный исторический опыт российский можно заменить на постсоветский потому что вот это все происходит здесь в Тургестане советская становится репрезентацией нашего самости некоторой идентичности и мы опять-таки наблюдаем на этих примерах согласно Евчуку достаточно очевидно острую дискуссию об идентичности которая вернулась и стала актуальной на новом битке после 90-х годов и тоже все являются признаком кризиса и вот для того чтобы провести какую-то дифференциацию мне хотелось обратить внимание на то где справа в каких сферах происходит это вопрошение советского и обратить внимание что и в примере в связи с Украиной и с риторикой Путина по этому поводу вернусь не только Путина но и его союзника в советском пространстве и эти идентистатные поиски которые ведутся они полностью исключают из себя политическое политическое в самом непосредственном смысле идеологическое вопрошение как бы экономических условий понятно что заявка как бы Путина его режима и его сторонников антизападная риторика военная агрессия и аннексия Крыма которая дискурсируется как бы требованием многополярного или там биполярного но во всяком случае критика однополярного мира апелляция к нарушению каких-то договоренностей как бы сломан западом полностью располагается как бы в пространстве геополитики да то есть самой показательной здесь является критика однополярного мира то есть вопрошается гегемония Америки но из какой позиции то есть не из позиции как бы антикапиталистической то есть по большому счету запрос идет как бы о разделе зон влияния то есть по большому счету колониальной имперской логики девятнадцатого века давайте разделим как бы зоны влияния которые нам принадлежат не задавая вопроса как бы о сути производственных отношений собственно то что Магдум как бы реализовал реализм ну тот же самый евразийский таможенный союз это тоже не политическое объединение у него нет никакого политического стремления он только сейчас может дискуссировать с какими-то ценностями но в целом это тоже как бы прагматический реалистический как бы союз связанный с распространением зоны зоны влияния таким образом в этом как бы обращении этой актуализации советского как бы со стороны путинского режима затребована некая геополитическая территориальная имперская внутри советского но не его политическая идентичность как социалистического государства как полюса противопоставленного собственно как бы капиталистической системе и также это же политическое исключено и из этих идентистарных поисков то есть здесь мы видим что да как бы вот этот серф и молот никаким образом не не репрезентирует коммунизм да он репрезентирует советское которое просто условно наше и понятно что исключение из этих запросов политического делает это обращение как бы право консервативным и неудивительно что символами этого обращения является имперская георгиевская ледочка призванная создать некую иллюзию континума между Российской империей и Советским Союзом и как бы Сталин тут как бы становится актуальным завершаю вопрос о политическом вопрошении Советского на котором собственно мы настаиваем а политическое вопрошение Советского означает что в Советском запрашивается на самом деле Советское в данном случае может ответить на мой вопрос что нас интересует Советским собственно советская не интересует ваканс999 интересует нас коммунизм и революция которые с советским в нашей ситуации слиты. И именно вопрошение коммунистического и революционного условия возможного для коммунизма. И продиктован наш интерес к советскому. Но и важно, мне кажется, называть это именно, можно было бы сказать, почему мы не запрашиваем просто коммунизм. Вот именно что мы обращаемся к советскому, потому что коммунизм и революции оказываются контоминированы своими противоположностями внутри этой советского. Нельзя просто сказать, что нас интересует коммунизм, а все, что тянуло за ним реальные истории, нас не интересует. То есть вот с этим клубком необходимо иметь дело. И таким образом, как бы, вот это вопрошение коммунизма и революции, утопия, оно безусловно, как бы, ну вот, вкладывается в некую универсальную, как бы, программу или тренд, да, связанный с кризисом глобальной мир-системы. Но у него есть еще другой момент, уже специфический, и это, безусловно, как бы, тоже условный момент эдинцитарный, как, который я бы озвучил так, проявляется важным на повестке, как быть левым или как быть коммунистом в постсоветской Средней Азии и при этом не быть сталинистом и путинистом. И, безусловно, вот в этом смысле, как бы, возвращаясь к цитате Бенимина, да, история обретает особую актуальность, да, или, как бы, битва за историю, да. То есть, каким образом сконструировать, каким образом взгляд на советское слева, чтобы не быть ассоциированным с теми, кто, как бы, использует эти символы. Ну, как бы, тут буквально, я хотел еще одну цитату из того же Бенимина вспомнить, потому что в основе материалистической историографии лежит конструктивный принцип. В самом деле, как бы, вопрос, который мы ставим, метод, который мы предлагаем, это, по большому счету, попытка конструирования новой политической технологии, связанной с советами, да, а политической, левой политической мифологией, и которая должна легитимировать, как бы, там, идею коммунизма, социальной справедливости и утопии, на основе того опыта, который у нас имеется, но который при этом не обязательно должен сводиться, там, к опыту, там, сталинизма, репрессии, гулага и так далее. На самом деле, этот опыт, как бы, политической мифологии и обретение через нее легитимации, он, условно, имеет, там, свою историю, вот самый первый пример, который приводит в голову, это, там, ленинский план монументальной пропаганды. Понятно, что, как бы, большевикам легитиматизм, то есть степень легитимации большевиков в 18-м году была гораздо выше, чем легитимация каких-то маргинальных левых групп, там, на постсоветском пространстве. И, между тем, как бы, одним из первых декретов большевиков является план монументальной пропаганды, который же должен был создать эту левую репрезентацию революционную, да, заменив, как бы, репрезентацию имперскую и царскую. Был подготовлен список из революционных деятелей, художников, поэтов, которые должны, чья память должна была быть уикоречена вот этих монументальных произведений, создававших в то же время этот нарратив и этот новый революционный, как бы, мир. И, в принципе, как бы, вот наша задача, наш подход к советскому, он в этом смысле, как бы, биологически схож. И, как бы, завершая этот свой обзор, цель которого, на самом деле, может быть, не назначить какой-то стейклинг, а скорее, как бы, сделать картирование, можно сказать, что наше вопрошение, как бы, советского, наш интерес, но не наш, не только штаба, а, как бы, более широкий, он, как бы, да, задается двумя зонами напряжения. С одной стороны, условно назовем, универсальный, да, реагирующий на кризис либеральной утопии, так, конца истории, где, как бы, включается критическое сознание, мы понимаем, что история 20-х должна быть переосмысленной и так далее, и там мы должны найти некие революционные потенции. И это универсально, с одной стороны. Но, с другой стороны, есть специфика, это реакция на правое украшение, на право-консервативное украшение советского, которое специфично для, собственно, постсоветского пространства, которое, однако, также является реакцией на этот самый кризис. Таким образом, как бы, вот это наше украшение оказывается вот в этой зоне напряжения между универсальным, глобальным и специфически постсоветским. И оказывается очень важным удерживать эту динамику, то есть, как бы, великий ямск, который должен быть обращен одновременно к этим двум сторонам, что делает, на самом деле, нашу постсоветскую, или даже, издево, азиатскую, постсоветскую ситуацию, наиболее, как бы, может быть, в этом смысле, современный, актуальный и важный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...